Всем привет! Сегодня в нашем обзоре Korg Pitch Clip 2. Это тюнер для настройки гитары и баса. Ну, может кто-то еще что-то додумается настроить. Вот здесь вот написано, вот смотрите, поворотный экран, ну не поворотный смысл, это его можно реверсировать. Вот это, 120 градусов наклон, сделано во Вьетнаме. Вот здесь вот тоже написано, вот это более быстрая настройка, продолжительная работа батарейки и новые клипсы для лучшего соединения. Ну, перейду к распарковке. Бутарейка. Инструкции. Рын. Что тут такое? О! Ну, сам тюнер. Так, куда тут батарейка должна вставляться? О! Прошу прощения за заминку. Не знал, что тут такая будет фигня. Так, вот так вот, похоже. О! Блин! О! Так, теперь. Тут нажимаю на кнопочку и он включился. Блин, куда повесит? Блин, куда повесит? О! Я вот тут приложение запустил, чтобы можно было сравнить точность и чувствительность. Ну, вот приложение тут стрелка чуть побольше виляет. Возможно, он чувствительнее. Возможно, он просто не может уловить. Так, и корх тоже что-то, блин, заглючил. Странно. Как про Гилберт этим, блин, пользуется. Так, в принципе, довольно удобно. Тимп! Так, и... Второй твой хорошо. Тимп! 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 Ну, тут заметно, что приложение побольше виляет, значит, оно более точное, возможно. Ну, в принципе, работает тюнер быстро, удобно и претензий особых нет. Субтитры создавал DimaTorzok Доказываю, чуть-чуть перетянул. Теперь чуть-чуть не дотяну. Приложение виляет. Ну, здесь струна, на самом деле, шестая струна чуть-чуть виляет. Так что... Ну, для таких вот клипсов вообще довольно... На самом деле, довольно чувствительный для таких клипсов. Приложение виляет. Ну, производитель все хвастает, что можно в обратную сторону вот так вот проставить. И тогда будет полезен реверсный режим. Ну, например, если я даже сюда поставлю его, вот так вот. А уже становится все вверх ногами, поэтому его надо выключить и просто включить. Ну, режим стандартный, не реверсный. Ну, интересно, по скорости вот если сравнить, как будет. Ну, цифра, конечно, загорается быстрее на тюнере, чем на приложении. А настройка, ну... Ну, хрен знает, если честно. Ну, в принципе, комфортно. Я, на самом деле, признаюсь вам, что я бы не первый раз сейчас включаю. Ну, точнее, вот этот конкретно, да, первый раз. Ну, я в магазине, просто у них там был выставочный образец, я уже попробовал. В принципе, он мне понравился. Мне сказали, что эти тюнеры не особо надежные. Что они, вон, ломаются там. Ну, типа, Додарю лучше. Ну, Додарю я не смог попробовать, он запечатанный у них был. А вот эти были, ну, был еще один порк. По-моему, он назывался AV4. Вот, он тоже там был распакован. Вот этот мне больше понравился по чувствительности. Правда, ну, у него экран немножко мутный. А так, в принципе, по чувствительности мне больше понравилось. Хотя на том тюнере, который AV4, на нем был режим повышенной чувствительности. Fine Tune назывался. Ну, в принципе, он точно так же, что Fine Tune, что вот обычный режим. Одинаковая чувствительность у них. То есть, ну, особо бессмысленный режим. Вот. А здесь этот как-то вот такой вот шустренький, в принципе, маленький такой вот. О. И, ну, в принципе, простой удобный тюнер и быстрый современный. Я бы так сказал. Ну, то, что в темноте его будет видно, это тоже хорошо. Вот. Типа, батарейки долго работают. То, что можно поставить. Так вот, типа, его не видно. Ну, прищепка-то все равно есть, какая разница. Что-то так, что-то так. Такая вот штука. Ну, мне понравится. Сейчас, раньше пробовал всякие эти тюнеры, там, клипы. Ну, другие всякие пробовал тюнеры раньше. И они как-то все не точно настраивают. То есть, ну, блин, я их ненавидел, если честно. Потом как-то сейчас вот вроде современные вышли тюнеры. Они, в принципе, нормально работают. Очень неплохо. Потому что я замутился уже приложением гитару настраивать. Вот. Тюнеры, ну, и у меня есть еще один тюнер хороший. Босс. Ну, чтобы не говорили, что я там потом не разбираюсь. Сейчас я вам покажу. Такой. Отлично работает. Единственное, от микрофона он как-то это, не очень улавливает. Ну, нужно или акустическую гитару настраивать. А если электр, то микрофон плохо улавливает. Ну, или динамику надо его ставить поближе. Вот. Поэтому я его только через эти использую. Отличные вещи. Просто, блин, постоянно подключать не особо удобно. А я тут надел и все. Всем спасибо за то, что отмучились, досмотрели. И если вам это как бы так несложно, подпишитесь, пожалуйста. Ну, можете, если понравилось, ставьте лайк. Комментарий там вставляйте. Всем большое спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok